Привет, дорогой мой зритель! С большой вероятностью ты смотришь данное видео с компьютера или мобильного. Напиши, кстати, в комментариях, с чего именно. Так вот, а знаешь ли ты, что компьютер и мобильность – это не только ноутбук? Да-да, на дворе 2К17 и вселенная придумала кое-что ещё. Сегодня я покажу и расскажу вам про Huawei MateBook. То ли ультрапланшет, то ли недобук. Начну с того, что объясню, что это вообще такое. Это планшет с довольно мощной для данного класса устройства железом. О нём подробнее чуть-чуть позже. Windows 10 на борту и возможность подключения очень, к слову, классной комплектной клавиатуры. Тут стоит оговориться. История такова, что на тесте у меня побывало два различных устройства и две, соответственно, клавиатуры с русским и без. Технические характеристики Huawei MateBook следующие. Экран TFT IPS 12 дюймов с разрешением 2160 на 1440 точек. Ёмкостный мультитач. Процессор двухъядерный Intel Core M5 6Y54 с тактовой частотой 1,1 ГГц. С турбобустом до 2,7. Графический ускоритель Intel HD 515. Операционная система Windows 10, к слову, не активирована на двух представителях. Это какой-то зашквар от прослужбы Huawei, но это отдельная история. Оперативной памяти 8 ГБ, встроенной 256, существует и на 128. Беспроводные интерфейсы Wi-Fi, Bluetooth 4.1, GPS. Фронтальная камера на 5 Мп. Датчики освещенности, акселерометр, гироскоп, биометрический сканер. Аккумулятор ёмкостью 4430 мАч, несъёмный. Габариты 278 на 194, толщина всего 6,9 мм, очень тонкий. Вес устройства 640 грамм. Это вам не какой-то лютый китаец вроде Чуви. Это премиальное устройство с очень приятным дизайном, отличной сборкой и всем тем, что присуще устройству за плюс-минус 50 тысяч рублей. Планшет отлично лежит в руке, а элементы управления расположены удобно. Но всё-таки порт USB Type-C, это единственный вход и выход на корпусе, надо было размещать в другом месте. Во время зарядки кабель может мешать работе. Тыловая поверхность планшета матовая, не скользкая и из рук выпадать не должна. Кнопки питания и громкость легко нащупать. У них хороший ход и нет никаких проблем с работой. Перейдём к одному из самых важных аспектов – экрану. На мой взгляд, 12 дюймов – самая, что ни на есть подходящая диагональ для подобного рода устройств. Насчёт разрешения у всех вкусы разные. Huawei посчитали, что 2160 на 1440 будет лучшим выбором. Экран у MateBook очень яркий, на ярком солнце работе ничего не мешает. И что приятно удивило, что минимальная яркость также отличная и не слепит при работе ночью. Картинка яркая и сочная, углы обзора очень хорошие, хотя по цветопередаче экран всё-таки немного лжёт. Производительность у данного аппарата, скажем так, не самая выдающаяся за свою стоимость. Играть на нём, например, в Counter-Strike вполне реально. И даже осуществлять какой-то монтаж, разумеется, без эффектов, а просто нарезка. Но это в первую очередь история про компактность, и это, конечно, ставит MateBook в палки в колёса. Huawei не скрывает, что они вдохновлялись MacBook'ом от Apple, и это видно в элементах дизайна. Но этого нет внутри. В характере, что ли? В большинстве тестов MateBook пасует перед iPad Pro. iPad Pro, Carl, на фоне MacBook он вообще выглядит блёклым. Не столько потому, что железо плохое, а потому что Apple отлично оптимизирует свою систему. За всё время тестирования, а это около полутора месяцев, я постоянно ловил себя на мысли, что он невероятно удобен в использовании, учитывая то, что это взрослая в кавычках машинка, светлой на борту. Постоянно носил его с собой и был уверен, что он мне не подведёт и сделает то, на что он создан. Касаемо автономности, тут бы я сказал на троечку, если быть честным. Ну и через час он не умирает. Примерно 2,5 фильма на полной яркости или 5-6 часов жёсткого серфинга с кучей вкладок. Huawei MateBook – это неплохое мобильное устройство, его просто и приятно использовать каждый день. MateBook прекрасно выглядит, имеет хороший экран и отличный звук. Клавиатура очень годная среди подобных устройств. К тому же подсветка и защита от бульств позволяет расширить зону, где можно работать за MateBook'ом. Если в твоём сценарии использования нет игр, работы с графикой и программами для монтажа, а например ты пишешь код для сайта или занимаешься текстами, это отличный вариант. В другом случае я слабо представляю его аудиторию. Друзья, большое спасибо, что посмотрели данное видео до конца. Обязательно подписывайтесь на канал, вступайте в наши соцсети, ссылка на товар и также на нас в социальных сетях будут в описании под этим видео. Ну а мы с вами совсем скоро увидимся, подписывайтесь, заглядывайте на gadgetmania.ru, совсем скоро увидимся, всего доброго, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok